Дорогу по улице Робкоровской в Октябрьском районе теперь можно перейти только вброд. Радости это озеро по колено глубиной доставляет разве что детворе, которое бороздит его на велосипедах. А вот те, кто поставшие, у кого транспортное средство помассивнее, новообразованного водоема опасаются. Смотрю, девочка по колено зашла. Спасибо водоканалу. А как вот этот автобус проехал? Вот так по прямой? Ну, боитесь? Встану, да, я не буду, наверное, назад поеду. Причиной потопа стал прорыв трубы с холодной водой по улице Менделеева. Авария произошла еще в пятницу вечером. Жильцы говорят, на этом месте такое ЧП происходит уже не в первый раз. Пятница, суббота, воскресенье. Никакой реакции, ничего. Сегодня уже понедельник, извините, сколько, пол второго дня тоже. Даже не приехала никакая техника, не посмотрели, что здесь. Просто поставили, чтобы машина, не дай бог, не заехала, туда не провалилась. Причем это уже второй раз прорывает на том же самом месте. Конечно, вода есть. Вот она. Вот она уходит в бор, в котором сейчас болото с пятницы. Сколько здесь кубометров воды утекло, непонятно. Кто за это платить будет, тоже непонятно. Получается, что мы платим за эту воду, нам поднимают тарифы, а сделать ничего не могут. Пока по дорогам района текут реки воды, из кранов жильцов в лучшем случае тоненькая стройка, в худшем ни капли. Больше повезло тем, кто живет на первом и втором этажах. Выше вода просто не доходит. Вот это весь напор воды, который есть. Вот полностью открыт кран, больше не могу, к сожалению, сломаю. И с помощью вот этой стройки набрана ванна воды. За неполные четыре дня жильцы обезводненных домов успели обратиться в целый ряд инстанций. В жилком сервис, департамент жилищного хозяйства, администрацию района, городскую диспетчерскую службу, даже приемную мэра. И не по одному разу в аварийную службу водоканала. Планирует ежедневно начальник района. Ну так на когда будет вообще какая-то... Ориентировочно на завтра. Может быть, да, на завтра? Ну вот звоню вам с пятницы, вы мне каждый день обещаете на завтра на 9 утра. В воскресенье к месту прорыва коммунальщики все же приехали, чтобы поставить ограждение вокруг опасного участка. Гейзер, который превратил дороги района в настоящие реки, бьет уже третий день. Сколько воды из трубы уже вытекло и денег в трубу вылетело, местные жители только гадают. Между тем, мощный напор воды подмыл асфальт и вчера в эту яму угодил автомобиль. В пресс-службе гурсовета в свою очередь заверяют. Заявку городская диспетчерская служба 1562 приняла и передала ее в водоканал. Работники коммунального предприятия уже сегодня должны приступить к ремонтным работам. Правда, точных сроков устранения аварий в мэрии не назвали. Алена Сорока, Владимир Борох, агентство телевидения новости.